Рассказываю, чем отличается система оценивания работ на кубке мультимедийного вызова от тех оценок, которые вы привыкли получать в школе и в университете. Ведь в обычных учебных заведениях как устроено? Вот вы сдаете сочинение, вы мучились, целую ночь его писали, весь свой креатив, все свои таланты выплеснули в этот текст, и в результате получаете 4 слэш 3. 4 за содержание и 3 за грамотность. Ну, кому повезет, у кого другие оценки, но в принципе смысл этой оценки целиком полностью оценить все то, что вы сделали. На кубке все совершенно не так. Каждая работа, которую вы сдаете, она оценивается жюри по 7 критериям. Вот сейчас я про них немножечко вам расскажу. Первый критерий соответствует целевой аудитории, и каждый из этих критериев, он оценивается от 1 до 10 баллов. Вы, например, написали, что ваш материал ориентирован на пенсионеров, и тот формат, который вы выбрали, и те слова, которые вы подобрали, и ту инфографику, которую вы нарисовали, она отлично подходит для пенсионеров. И член жюри обязательно вам поставит высокую оценку по этому критерию. Следующий критерий – логика и структура. Насколько вы простроили вот эту вот красную линию своего материала? Насколько логичен следующий абзац, насколько он связан с предыдущим? Вы не представляете, как много людей пишут нелогичные и неструктурированные тексты. И вот как раз этот критерий будет тоже оценен от 1 до 10. И дальше у нас есть уместность формата, дальше у нас есть качество реализации, все ли кнопочки нажимаются, все ли интерактивы листаются, все ли тесты работают. То есть очень важно смотреть не только за смысловым контентом, который вы создаете, но и так, чтобы технологическое решение мультимедийного проекта было на высоте. Интерактивность – мы приветствуем не вещание, не просто стояние на табуретке и рассказывание. Сейчас я вам историю расскажу. Мы приветствуем вовлечение людей различными технологическими способами, смысловыми способами, медиа и мультимедиа для того, чтобы люди взаимодействовали, чтобы люди коммуницировали между собой. Поэтому мы приветствуем интерактивность, и под это есть отдельный критерий. Раскрытие темы – от 1 до 10, визуальное решение, грамотность и адекватность – тоже от 1 до 10. То есть 7 критериев, каждый из которых показывает вашу работу с какого-то определенного угла. И у вас может быть высокая оценка по визуальному решению, но низкая оценка по логике и структуре. Следовательно, вы увидите, у вас будет в личном кабинете график, вы прямо увидите, что у вас получается хорошо, а над чем стоит поработать. То есть это такой способ еще и самодиагностики. Не просто я написал хорошо сочинение, я просто замечательно сделал лонгрид. Вы будете видеть, какие свои навыки стоит улучшать, над какими стоит поработать, что стоит тренировать. И плюсом к этой развернутой оценке, каждый критерий, каждую оценку вы обязательно увидите в личном кабинете, плюс к этому еще пишется развернутый отзыв. И мы отдельно работаем с членами жюри, чтобы они эти отзывы писали не «Ой, какая клевая работа», а прямо подробно вам расписывали. В этом материале отлично получилось вот это. То есть они будут подчеркивать то, что у вас хорошо удалось сделать в этом материале. Обязательно они очень корректно пропишут, что не сильно удалось, что стоит подправить. То есть вы получите развернутый, хороший такой подробный отзыв на свою работу. Ну и где, в каком вузе, в какой школе вы найдете такую трепетную работу и такое внимание к вашим материалам, которые вы создаете. Поэтому если вы ориентированы на то, чтобы расти, повышать свою квалификацию и развиваться, то кубок как раз даст вам возможность и определить, насколько вы хороши, и сравнить себя с другими участниками, потому что вы будете видеть рейтинг по всем этим критериям, по всем этим рубрикам и по всем этим заданиям. И очень важно то, чего действительно редко можно встретить на поляне образования, вы получите подробную развернутую обратную связь на каждый материал, который вы сдаете. Продолжение следует...